Какие пять групп продуктов реально вредят желчному пузырю? Как сохранить свой желчный пузырь на всю жизнь? И что делать тем, кто, к сожалению, уже без желчного пузыря? Этот урок сегодня конкретно посвящен желчооттоку. Итак, с желчным пузырем в течение жизни могут произойти всего две неприятные вещи. Первое – это образование камней в желчном пузыре. И второе – это воспаление желчного пузыря холецистит. Чаще всего бывает сочетание этих двух вещей – камни плюс воспаление. Самое важное, что понимать, на все это можно реально влиять питанием и образом жизни простыми действиями. Вот сегодня мы снизим количество этих пяти продуктов, которые у каждого из вас в продуктовой корзине. Возможно, прямо сейчас в холодильнике. И вы с большим процентом и вероятностью проживете всю свою прекрасную жизнь здоровым, работающим желчным пузырем, желчооттоком. А это значит идеальным холестерином, огромным уровнем энергии, комфортным весом. А кому нужно снижение веса, здоровой кожи, усвоение питательных веществ и витаминов. Потому что желчный пузырь – это не только резервуар для накопления желчи, это еще и очиститель и свойство самой желчи, которая нужна для кишечного пищеварения. Самая первая группа продуктов, количество, которое нужно снижать, чтобы не было камней в желчном пузыре, немножечко вас, возможно, шокирует. Это мясо, мясные продукты и тот самый животный белок. С чем это связано? Все последние научные рекомендации сводятся к тому, что снизить количество употребления красного мяса. Красное мясо бывает двух видов. Ультра переработанное – это сосиски, колбасы, бекон, котлеты из бургера. Ну, то есть это реально вредное мясо, которое правда вызывает рак, и количество его в рационе должно быть на минимуме. Прекрасно понимаю, что у нас в детском питании, в садике и в школе дают сосиски, что категорически неправильно это нужно менять. Каждой семье эту колбасу едят каждый день. Это тоже все ведет к заболеваниям. Но есть еще и натуральное красное мясо, ежедневное употребление которого тоже связано с одним фактом. Когда мы употребляем мясо, усваивается белок, и этот белок обезвреживается в печени. То есть он делается таким образом, чтобы организм его использовал для строительства иммунитета и гормонов. При обезвреживании этого белка мясо любого птицы, любого животного белка выделяется вещество 3-метиламиноксид, высокое содержание которого связано с причиной развития старения, воспаления, инсулинорезистентности, диабета, метаболическую синдром. Вместе с этим огромное количество солей, насыщенного жира меняет состав желчи и образуются камни. Если вы будете брать интервью, я такое делаю постоянно, людей, у которых уже удаляют пузырь, так как мы таких пациентов ведем после операции, чтобы снизить риск осложнения. Вообще, если вам сделали операцию на желчную, удалили желчную, то вам нужна послеоперационная целая программа восстановления желча от тока. Я всегда спрашиваю о характерах питания, периодически публикую даже это у себя в социальных сетях. Так вот, огромное количество из них мясоеды, то есть люди, которые едят большое количество мяса, белка, и поэтому образуются камни в желчном пузыре, и воспаление случается, пузырь удаляет. 2-3 раза в неделю красное мясо, акцент на рыбе и море продуктов. Это и есть компонент самых лучших в мире диет. По средиземноморской диете было отдельное видео, что включать, как питаться прямо с берега Средиземноморья. Посмотрите, пожалуйста, это видео, ссылку здесь прикрепляю. Вторая группа продуктов, которые ухудшают состояние желчного, это много насыщенного жира. На 80-90% камни в желчном пузыре холестериновые. Они образуются, потому что холестерин начинает кристаллизоваться. Проще говоря, это съеденный десерт натощак. Вот самая плохая привычка, когда вы приходите с подружкой в ресторан, заказываете кофе и кусок огромного торта, 200-300 грамм, и съедаете его натощак. Это бесконечное количество бутербродов хлебом с маслом. Я делаю тоже опросы, как мамы кормят своих детей перед школой с завтраком. Огромное количество мам, к сожалению, кормят детей до сих пор почему-то в настоящее время. Печенькой с маслом, честно, серьезно, юбилейная печенька с маслом. Хлеб с маслом, два бутерброда хлеба с маслом ребенку перед школой. Это абсолютно бесполезный завтрак с огромным количеством насыщенного жира. Такой высокий жировой завтрак, во-первых, способствует резкому сокращению желчного пузыря, забросу желчи. Это тоже неправильно. Кето-диета, это тоже много насыщенного жира, то есть жиры нужны в рационе. Вы можете съесть и корейку, вы можете съесть и периодический стейк, но это не должно быть в течение дня много. Как выглядит высокий жировой в день в течение дня? Вот, например, эти бутерброды с маслом, печеньки с маслом утром. Еда в общепите, это трансжиры, кондитерский жир. Какой-то десерт, купили конфетку, шоколадку, это снова кондитерский жир. Трансжиры, это снова насыщенный жир. И вечером, если рыба еще и жареная на масле, это тоже большое количество насыщенного жира. То есть его реально много, в рационе правда перебор, и я еще не считаю те самые десерты. Опять-таки, сладкое можно есть, нужно, пожалуйста, один десерт в день даже на снижение веса, но ешьте его после еды, после основного приема пищи. Третье это копченые соленые продукты, фастфуд, там где высокое содержание снова насыщенного жира, высокое содержание натрия, что приводит к обезвоживанию. Желчь густеет, реология желчи меняет, то есть желчь перестает быть текучей, образуются камни. Чипсы, сухарики, соусы, майонез, весь фастфуд, копченые охотничьи колбаски, сыр-косичка, орехи в панировке. Обратите внимание, творожные сыры многие, которые почему-то едят тоннами, там большое количество насыщенного жира, очень много солей, усилителей, вкус, это вообще не имеет никаких пробиотиков, это не полезный продукт. То есть нужно выдержанные сыры, либо творожный сыр с натуральным составом. Четвертая группа продуктов это быстрые перекусы, батончики, просто огурцы, помидоры какие-то, просто фрукты, вот где нет жиров. И это особый случай, который касается не всех, а например, у человека два приема пищи. Он завтракает и ужинает, между он делает какой-то перекус с фитнес-батончиком, или съедает какой-то зеленый салат без масла вообще, или просто целиком овощи, или просто отдельно фрукты. По сути, продуктивного сокращения желчного пузыря все это время, там практически 10-12 часов не происходит, это нездоровая история. Что нужно делать? Перекусы обязательно нужны, важны, они не вызывают инсулинорезистентности. Здоровые перекусы тоже нужны, просто добавьте туда жиры. То есть для того, чтобы желчь выбрасывалась, чтобы камни не образовывались, нужны сокращения пузыря. Единственный способ пузырь сокращать, это когда на слизистую 12-перстной кишки, после того, как пища переварилась в желудок, через 2 минуты, как только еда коснулась жирами, 12-перстной кишки слизистой, желчный начинает сокращаться. Уникальное явление, которое мы видим каждый день на УЗИ, то есть начинает желчный пузырь сокращаться в своем объеме. Выбрасывать желчь, желчь не застаивается, происходит пищеварение, поэтому к фруктам всегда добавьте орехи, горст ореха буквально 20-30 грамм. Либо натуральный йогурт, там тоже есть определенная жирность. Овощной салат, полейте растителем нерафинированным маслом, бросьте горсть семян, кунжут, семена льна. Желчный пузырь сокращается на присутствии жиров. И последняя группа продуктов, это калорийные напитки, высококалорийные напитки, латте, кофейные различные напитки, за счет того, что там много насыщенного жира. То есть к росту холестерина приводит не только насыщенный жир, но и избыток углеводов. А те самые напитки, которые в руках, вот сладкий чай, какие-то чайные летние лимонады, бутылки, компоты, это те самые пустые калории, человек которых не замечает, потом не понимает, из-за чего не может похудеть. И сюда же мы отнесем кофе, чай с утра натощак. Самая вредная привычка. Есть такой документ, который называется старинный, древний документ, там про запреты на чай, китайский, даже из китайской медицины, восточной медицины. Там запрещено пить этот напиток натощак. Можно пить чай и кофе, но делайте это после еды, после основного приема пищи. Если у человека гастрит, эрозия в 12-перстной кишке, анемия, дефицит железа, я в первую очередь спрошу, так, ты кофе натощак пьешь с утра? Большинство людей, вот мы видим, выходят с утра и в руках чашку кофе держали, а едят только через 2 часа. Крайне вредно, абсолютно непродуктивно для желчного пузыря. Я сделала для вас удобный список продуктов, улучшающих желчь от того, которые нужно добавить для продуктивной работы желчного пузыря, для того, чтобы желчь была не густой. Собрала все в единый удобный файл, чтобы было удобно открывать с телефона, им пользоваться, распечатать, если хотите. Переходите ко мне в телеграм-канал, увидите его в закрепленных, скачайте себе. Прямо сейчас по ссылке в описании это бесплатно и доступно для каждого. В телеграм-канале у нас много текстовых файлов, разборов разных случаев, желчный пузырь с камнями, когда нужно удалять, когда нет. Полистайте мой телеграм-канал здоровья, найдете там очень много полезной, ценной, еще и бесплатной информации. Будьте здоровы, до встречи в следующих уроках.